В эфире жительная программа Тюменская арена в студии Ван Лобов. Здравствуйте! Сегодня мы, как и всегда, расскажем о самых запоминающихся событиях прошедшей недели и главных победах наших спортсменов в эти семь дней. Сейчас коротко о главном. Работать над точностью стрельбы и техникой лыжного хода. Женская сборная России по биатлону готовится к Кубку мира на первом тюменском снеге. Вопреки обстоятельствам, хоккейный рубин продолжает добиваться побед, как бы не противились этому соперники и обманчивая фортуна. На зимний перерыв с сомнительными перспективами. Футбольный клуб Тюмень последний домашний матч в текущем году завершил согласно логике всего своего выступления в сезоне. В чем представительницы женской сборной России по биатлону, берут пример с итальянки Дороте и Вирер. Почему Кристина Реццова обожает Тюмень? Что мешает при стрельбе Евгении Павловой? И с каких пор Виктория Сливко перестала думать о контрольных стартах? С удовольствием расскажем о мыслях, которые посещают представительниц женской сборной России в следующем сюжете. В Тюменском центре зимних видов спорта «Жемчужная Сибирь» завершился сбор национальной команды страны по биатлону. До этого россияне тренировались в Австрии, где и завершили роллерный сезон. Румзау классно. Всегда. Ну, работа была спокойная в основном. Так на лыжах покатались, погуляли, себя показали, на мир посмотрели, горы полюбовались, кайфанули. Офигенно. На 4-х километровой охлаждаемой трассе, которая в конце октября позволяет наслаждаться катанием на лыжах, работали 33 спортсмена. 18 мужчин и 15 женщин. Не хватало только Екатерины Юровой-Перхт. Она по согласованию с тренерским штабом находится на самоподготовке. Начнем с того, что я люблю Тюмень. В первый день здесь было так холодно, в минус 3, что я думала, что минус 30 на улице. Сегодня дождь. Что будет завтра? Не знаю. Там землетрясение. Я не удивлюсь нисколько. Лыжи появились, которые по метр девяносто, которые мешаются и немножко неуклюже себя чувствуются. Но, в принципе, заставляем с ними, разговариваем, постоянно показанные доски показываем, говорим им время нахождения на рубежах. Тесты различные проводим. Лежа, стоя, лежа, стоя. Единственное, наверное, что у меня хорошо получается, так это стрелять. Если вы сегодня заметили на тренировке, и то меня постоянно гоняют, что я долго стреляю, что нужно быстрее и быстрее. Поэтому, да, у меня есть проблемы с техникой, естественно, и нужно еще сил побольше. Для чего? А чтобы во время официальных стартов девушки меньше находились на огневом рубеже. Итальянские бетванистки Лиза Витоци и Доротея Вирер преодолевают 4 стрельбы за минуту и 5 секунд. Россиянкам же требуется на полминуты больше. Это такая вечная проблема. Ну, на тренировках получается, потому что ты подходишь не с такого большого пульса. А на соревнованиях все равно все колотится и все сразу забывается. Как бы ты не работал быстро на тренировках, и там-то главное, что надо попасть. И вот и лежишь, выцеливаешь все это. Ну, так, конечно, работаем. И по сравнению с прошлым годом время улучшилось. Короче, на том стволе, когда я вставляю обойму, ну, не открываю, перезаряжаю обойму, я начинаю стрелять. Нормально было. Начинаю с этим стволом делать, у меня обойма куда-то вот туда вниз уходит. И персечку, типа, надо приходится открывать. Хочется, наверное, больше сейчас поработать над качеством. Потом, когда уже я буду уверена, что да, все, я четко стреляю ноль, тогда, может быть, где-то можно сократить какие-то секунды. Нельзя просто взять вот так вот за один месяц, год и сделать из меня там суперкачка, там, суперидеального спортсмена. Но именно к этому стремится тренерский штаб национальной команды. А потому огромное внимание на тюменской вкатке уделяли технике своих подопечных. Совершенству, как известно, предела нет. А потому каждый из спортсменок пытается научиться идеальному передвижению на лыжах. Я, например, плечом разворачиваюсь постоянно. То есть отталкивание идет не вперед, а вбок. И, то есть, вот это моя принципиальная ошибка. Ну, есть еще такие мелочи, там, ногу нужно, там, подальше выносить, например, шаг побольше делать, там, тазом вперед уходить. Движение руками у меня пока что страдает. Я не могу собрать их кучу. Одна рука где-то там толкается, другая где-то там. И вот пока над этим работаю. 15 и 16 ноября в Тюмени состоятся контрольные старты биатлонной сборной страны. По их результатам будет сформирован состав команды на первые три этапа Кубка мира. Тюменка Виктория Сливко в прошлом сезоне выиграла Кубок ИБЮ. И как обладатель этого трофея получила персональное приглашение на стартовый этап Планетарного Кубка. Я, слава богу, еду уже. Я уже отобралась. Ну, действительно, это, ну, как-то даже немножко расслабляет, что ли. Ну, не то, что расслабляет, просто нет такого напряжения, и ты не думаешь, блин, 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 отборы, отборы. То есть я просто выйду, спокойно пробегу и все. Настраиваюсь, конечно, уже бегать на Кубке мира, а не на Кубке ИБЮ, потому что в прошлом году, я думаю, я показала на Кубке ИБЮ достаточно хорошие результаты, по которым, ну, наверное, не стоит мне. Не так интересно мне, наверное, будет. Ну, хотя я не против еще раз выиграть клапусы. Обошлись без галстука. На прошедшей неделе главный тренер хоккейного клуба «Рубин» Михаил Звягин отпраздновал юбилей. Специалисту исполнилось 45 лет. В домашних матчах против хоккей Рязани «Казанского барса» тюменцы сумели порадовать своего наставника и преподнести лучший подарок – две победы, что в какой-то степени стало неожиданностью даже для самого Михаила Николаевича. Еще за 18 секунд до окончания встречи с Рязанью сибиряки горели 1-2. На бумаге они выглядели очевидными фаворитами. Однако на деле хоккейную партию оказалось разыграть отнюдь непросто. Вот как готовились мы к этой игре? Два дня выбирались из Китая. Три пересадки. Ночью в аэропорту. Просто на креслах сидели. Это было восстановление. Без еды, без всего. Вот так мы восстанавливались и готовились к этому матчу. Но в бою температуру никто не измеряет. А потому, несмотря на все сопутствующие обстоятельства, хозяева выходили на лед за победой. Помочь в этом должны были новички Егор Бабенко и Николай Складниченко, которые появились в одном звене. При этом оба попали с корабля на бал, присоединившись к команде совсем недавно. И если воспитанник тюменского хоккея с требованиями Михаила Звягина хорошо знаком еще по прошлому сезону, то Складниченко, хоть и работал со специалистом прежде, участие в официальных играх в последний раз принимал в феврале. С первых смен всегда тяжело привыкнуть друг к другу, потому что партнеры новые. Но ничего, сейчас со временем привыкли. Первый период прошел, более-менее адаптировались, поговорили. Открыли счет гости. В начале второго периода Виталий Кудрин, получив передачу со своей половины, убежал от Александра Родионова и поразил девятку ворот Егора Назарова. Да, игра тяжело складывается. Соперник постоянно атакует. Приходится много обороняться, играем на контратаках. Ответ Сибиряков последовал после добивания от Алексея Закарлюкина. Но в третьем периоде гости снова заставили Рубиновых догонять себя. Ростислав Осипов совершил идеальный по траектории бросок. Рязанцы уже были готовы праздновать успех, но за 18 секунд до сирены Евгений Петриков перевел встречу в овертайм. Он продлился недолго. На первой же минуте Михаил Железнов принес тюменцам победу 3-2. Достановление команды как раз очень знаковая и важная победа. Вырванная даже не на зубах, а вообще непонятно на чем. На морально-волевых таких качествах, что их просто нужно было доставать из себя. Для сплочения команды, для характера, для подготовки к будущим победам. Это просто великолепно, что такое матч. Валидол и так далее для болельщиков. Но это тоже присутствует. Матч против Барса стал встречей со старыми знакомыми. Артем Михеев и Максим Хапов некогда защищали цвета рубина. А Кирилл Адамчук и вовсе является воспитанником тюменского легиона. При этом пропускал встречу еще один выходец местной школы и один из самых полезных игроков чемпионата Владислав Кара. Он отправился на выезд КХЛ с главной командой Татарстана. Зато был на льду неувидающий Максим Пестушко. Некогда выступавший в составе национальной сборной, а ныне передающий свой опыт молодому поколению Казани. Ну конечно, в принципе, меня для этого и брали, чтобы я не только набирал очки, грубо говоря, да, то есть и, конечно, подсказывал молодым. Наша главная задача выйти в плей-офф, поэтому кто у нас забивает, не важно. Самое главное, мы сейчас идем в зоне плей-офф, выполняем задачу поставленную. Ну, я думаю, показываем неплохую игру в последнее время. Основное время матча подарило лишь две заброшенные шайбы. Обе случились в стартовом периоде. Сначала привет зрителям передал Кирилл Адамчук. Его передача помогла отличиться Дамиру Мусину. Хозяева в очередной раз в сезоне нашли чем ответить, уступая в счете. Семен Иванов убежал от всех защитников и зажег красный свет. Однако уже тогда чувствовалось, что силы сибиряков на исходе. Может, они по свежению много где-то. Да, проходит акклиматизация еще после Китая. Ну, ничего, главное показы, хороший хоккей, биться. И, думаю, в третьем периоде от них ничего такого не будет. Соперники не уставали обмениваться опасными моментами, но все равно ушли в овертайм. В нем Денис Сандр, также праздновавший накануне именины, мог стать героем противостояния. Но предоставил эту возможность партнерам в серии булитов. Егор Назаров справился с четырьмя попытками из пяти. А победу Рубину принесли Денис Ячменев и Егор Бабенко. 2-1. Наверное, мы сегодня не лучшие были, но соперник сегодня играл просто великолепно. Великолепно. Был быстрее нас. Есть объяснение. Цепчи, мобильные, мы тяжелые, голова тяжелая, руки свинцовые, ноги ватные. Все оно просто на зубах за ними бежали, ползли, кусали их за ноги. Поэтому шикарный матч, шикарный. Мне очень понравилось. Спасибо. Заключительную игру домашней серии тюменцы проводят в эти минуты против клуба «Торпеда Горький», который с недавних пор возглавляет экс-наставник «Сибиряков» Алексей Акифьев. Сатира без позитива. Пока Никита Фурсин ведет войну против футбольного клуба «Тюмень» в палате РФС, а Александр Попов отказывается идти на малейшие уступки, главная команда города окончательно прописалась в подвале турнирной таблицы ПФЛ. Очередным соперником «Сибиряков», который продолжил их падение, стал «Урал-2». В составе гостей заметную роль сыграл Артем Юсупов. Экс-форвард «Тюмени» вышел на острие атаки екатеринбуржцев и то и дело выскальзывал из тисков обороны соперника. Причем нападающий был одинаково хорош как в воздухе, так и на земле. Первый момент он получил уже на 14-й минуте, но мяч после его удара разминулся со стойкой ворот Дениса Вамбольта. На футбольном поле все равно не думается об этом. Но приезжает сюда, конечно, на геолог, вспоминает старые времена. Здесь я провел отличный год, вырос как футболист, как человек. Поэтому все воспоминания только положительные. Сдержать настырного уральца хозяева так и не смогли. В середине первого тайма Юсупов не нашел себе равных на втором этаже в штрафной Тюмени и отправил мяч под перекладину. Вскоре он мог оформить дубль, но Вамбольт спас после удара в упор. Неплохо себя Артем чувствовал и в роли ассистента. Но вратарь Сибиряков хоть как-то пытался поддерживать интригу. Ну, тренера мне перед игрой показывали нарезку. Постоянно общаемся, что я должен быть в этой зоне. И пошла передача на ближнюю штангу. Удалось просто продавить защитника и удачно попасть. За весь первый тайм группа атаки Тюмени впереди не создала ничего от слова совсем. При этом, прекрасно отдавая себе отчеты картине происходящего, наставник хозяев Вячеслав Афонин замен в перерыве производить не стал. Таковы реалии физической формы его игроков. Потому что на данный момент физические у нас игроки вообще в очень разном состоянии. Мы, конечно, не ищем оправданий, но это так. Мы разговаривали вчера и даже такую статистику там подводили, что из этого состава, который сегодня начинал, один только, по-моему, Бэм у нас не болел в течение этого месяца. Накануне только Бирюков закончил пить антибиотики. Вот сегодня вышел сразу на игру. Вспышка активности случилась у черно-белых после 60-й минуты. Данил Карпов едва не сравнял счет после передачи Артура Гозданова. Зато и справился, отработав в центре поля. Тюмениц выгрыз мяч и пусть не без участия рикошета, но смог доставить его Семену Фомину, который свой момент реализовал. Впрочем, радовался недолго. В борьбе двух капитанов Фомин не уследил за Алексеем Герасимовым. И Урал снова вернул преимущество. Мы знали, как Тюмень играет при стандартах в обороне, поэтому были какие-то наигрыши. Я говорю, что-то получилось, добирались до мяча очень много. Хорошая качественная передача была, и у нас центральный защитник достаточно неплохо играет вверху, поэтому в первом тайме пристрелился, во втором тайме забил. Так ставки только на одни стандарты делать, конечно, это неправильно. Мы, как и позиционно, так много проводили, и быстрых атак проводили. Поэтому пытались разнопланово играть, чтобы Тюмень не могла противопоставить какие-то варианты в защите. Несмотря на то, что играть оставалось еще вагон и маленькую тележку времени, заметных событий на поле не произошло. Тюмень, быть может, и хотела, но не могла. Как результат, поражение 1-2. После него сибиряки остались на 10-м месте турнирной таблицы из 12 команд. Заключительную игру осенней части чемпионата под шефной Афонина проведут 3 ноября в Димитровграде против Лады. Триатлон в Тюменской области на месте не стоит. Уже 12 представителей регионального центра преодолели тяжелейшую сверхмарафонскую дистанцию, составляющую более 500 километров. Однако, несмотря на такую массовость, главной движущей силой этого вида спорта остается Игорь Завьялов. На прошедшем в Барселоне самом престижном мировом турнире Ironman он завоевал очередную награду. Игорю Завьялову 55, но он точно не из тех людей, кто задумывается о пенсии. Что доказал бронзой в Барселоне. В столице Каталонии Игорь Рудольфович уже был два года назад. Однако тогда поучаствовать в сверхмарафоне не сумел из-за травмы, что только послужило дополнительной мотивацией. Мне было очень обидно, что я не смог участвовать в этих соревнованиях и решил для себя, что я туда обязательно вернусь. Сейчас вернулся в Барселону и показал тот результат, на который я был готов. На пути к подиуму тюменский стайер привычно преодолел массу препятствий. Помимо соперников и усталостей, ему противостояли еще и не очень приятные технические обстоятельства. На плавательном этапе попал в такую коробочку, как бы справа слева пловцы, впереди тоже, как бы не давали мне и сзади тоже. Мне видно, что я долго не мог, практически до поворота. А это, грубо говоря, 1900 метров. Велоспортных земляк сам расценивает как наиболее слабое звено своей подготовки. Мало того, по ходу гонки он был еще и оштрафован на 5 минут. А все из-за жестких правил триатлона. Драфтинг на этой дистанции запрещен. В 180 километрах ты должен ехать один, ни за кем не лидировать, ни за тобой, чтобы тоже никто не ехал. Расстояние должно быть 12 метров. А уже на втором круге, на небольшом подъеме, обошла группа спортсменов. И я оказался последним. И где-то, ну, может, минуту, наверное, я ехал за ними. Но по трассе курсируют маршалы, ну, суди, и они штрафуют. Там 20 секунд нужно, чтобы ты или ты ушел вперед, или отстал. На последний, беговой этап, Завьялов убегал в 20 минутах от третьего места. Многим покажется, что такое отставание несокращаемо. Однако тюменец доказал обратное. Благодаря выработанной десятилетиями тренировок выносливости и эталонной техники, он сумел не только настичь соперника, но и привести тому три минуты. Завоевав бронзу, Игорь отобрался на чемпионат мира, который пройдет на Гавайях. Правда, из-за отсутствия должного финансирования этот старт пропустит. Причем второй раз подряд. В России пока не поддерживают триатлониста в том объеме, как в остальном мире. Поэтому вместо участия в главном старте года, сейчас Завьялов тренируется в Тюмени и готовится к зимнему сезону. Триатлон входит в когорту самых тяжелых видов спорта. Почти 4 километра проплыть, 180 проехать на велосипеде и пробежать марафонскую дистанцию. Уже само по себе подвиг. А Игорь Завьялов считается одним из лучших в мире в своей категории. И по праву может называть себя железным человеком. Так просто. Железный человек. Яркого успеха добился воспитанник спортшколы «Водник» Александр Кшенский. Сибиряк вернулся из Анапы, где принял участие в 10-м Кубке мира по кикбоксингу. На счету тюменца победы сразу в двух разделах. Лайт-контакт и кик-лайт. При этом успех нашего земляка по-своему уникален. Его пример подтверждает, что этому виду спорта, как и в любви, все возрасты покорны. О чем мы и расскажем далее. Основное направление Сибиряка – поединки с ударной техникой в полную силу. И чтобы подготовить к соревнованиям своего подопечного, тренеру Джимали Бигваве пришлось пойти на хитрость. Чтобы с тяжи этого, с полной контакта, перейти в легкий контакт, мы использовали что? Молодых пацанов. Чтобы он сильный удар не кидал. Там за сильный удар наказывают. А вот и приучился он. Приучили с ребятами. И они быстрые, маленькие ребята, плачут. А у него весь супертяж, а там быстрота много что решает. Лайт контакте, как раз там быстрота, скорость движения, ударов быстро. Надо быстро там быть в связке. Вот мы вот использовали вот этих ребят. Ванапе Кшенский дважды был сильнее в решающих встречах. Один раз судья поднял его руку в полуфинале. Именно этот бой со спортсменом из Дагестана оказался для тюменца ключевым. Спортсменам стран пришлось столкнуться с Узбекистана, с Дагестана, с России и с Ирака. Но самый тяжелый бой был это с дагестанцем, потому что это амбициозная нация. Такие сильные спортсмены очень. Тем более в ударных видах спорта. Бокс, кикбоксинг, как говорится, в ММА. Вот и самый сложный был бы это с дагестанцем. Опорой и поддержкой для сибиряков в Анапе, да и не только там, стала супруга Мария, которая, возможно, даже больше переживала за его соперников, чтобы с ними ничего не случилось. А в успехе мужа не сомневалась. Все дело в мотивации. Даже за второе место Александр резко бы стал пешеходом. Ну, это да, я в шутку ему так сказала, что если он не выиграет, пойдет домой пешком с Анапой. Она сказала, домой с Анапой пешком пойдешь. Пустить не пустила его, но пешком, наверное, пришлось бы идти. Я стараюсь его поддерживать. То есть все всегда ведут видеосъемку. Но так как это были такие ответственные соревнования, первый бой, конечно, я очень переживала. Даже там телефон в руках тресся. Ну, то есть вижу бой, вижу очки. Он же не видит, когда боксирует, стараюсь там поддерживать, кричать, что он делает не так. Говорю, давай сам там не тормози, не отдыхай, чтобы он взорвался, чтобы он победил. Ну и сам он чувствует, конечно. Поддержка очень важна. Болели вместе с друзьями. Кикбоксингом Кшенский занимается 10 лет. При этом по-настоящему увлекся им лишь в 26. Повлияли на смелый поступок в зрелом возрасте детские воспоминания. Юность нередко проводил за просмотром фильмов с любимым киноактером. Кикбоксинг мне как бы нравился. В основном это всему выросли на фильмах. Это Жан-Клод Ван Дамма. И как бы кикбоксинг это нравился с детства. В боевом единоборстве тюменец с первых дней начал себя чувствовать, как рыба в воде. Стабильное посещение тренировок, завидная дисциплинированность и усвоение практического материала на лету. С такими задатками у Кшенского не оставалось иного пути, кроме чемпионского. Построил, посмотрел, боевую стойку там все. Ну сразу видно, человеку определить сразу, кто на что способен. Есть люди, которые быстро двигаются, есть, которые долго, но добиваются своего. У него все, это очень быстро все, техника все, нормально. Джималь Иванович у нас как-то, ну как, ни кнут, ни пряник, как у нас больше взаимопонимания. То есть он сказал, я уже не маленький мальчик, я сразу понял, что нужно, что он просит от меня, что нужно сделать, что требует от меня. Если, конечно, было бы ребенком лет 10, то больше, конечно, нужен кнут. Для того, чтобы выполнить норматив мастера спорта международного класса, Александру не хватило одного боя. Достичь этой цели он планирует в ближайших своих выступлениях. Влюбляйся в спорт с молоду, а лучшие проводники на этом пути – мамы и папы. Эффект губки, когда мальчишки и девчонки открыты новым знанием, налицо. Правила соревнований объяснять два раза им точно не нужно. Что подтвердили семейные старты, которые закрыли очередную спартакиаду малыш среди дошкольных образовательных организаций Тюмени. Участники и большие, и маленькие достойно справились с серьезными испытаниями. Поддерживали друг друга в каждой мелочи. Без семейной сплоченности эти соревнования не выиграть. Всей дружной семьей надо все проходить. Мама, папа уходит на кольцо, папа потом маме бросает, мама мне катит, я перехожу к ним, папе дыру. Папа уходит, маме бросает, потом мама мне катит, я бегу, бросаю в ведро, и потом мы все вместе возражаемся назад. Финальный этап, который прошел в спортивном зале гимназии номер 21, пробилось 12 семей. Все они сначала прошли внутренний отбор в детских садах, а затем и на уровне административного округа. В каждой команде по три человека – папа, мама и малыш. Здесь, конечно, состав уже более серьезный, семьи более подготовлены, то есть уже прошел отбор. Ну и, конечно, рассчитывали попасть, но в целом цель все равно данного мероприятия – это семейный праздник, активный отдых. То есть, чтобы семьи больше проводили времени вместе, то есть и сплочали свои, как говорится, отношения семейные. И пусть главной целью были незабываемые эмоции, спорт всегда остается спортом, где не только побеждают, но и проигрывают. А так как в этом возрасте очень сложно сдерживать в себе разочарование, было пролито немало искренних слез. Причина слез вредничает, что-то вот не хотел идти фотографироваться с пандой. Эмоциональный юноша – продолжатель фамилии Зуевых. Именно они и заняли второе место. Но попробуй объясни ребенку, что серебро – это тоже почетная награда. В то же время без обидных падений в метре от финиша не бывает жизненных побед, поэтому с характером у участников точно все будет в порядке. Любые ошибки, дети очень расстраиваются, сильно реагируют. Но для этого и соревнования, чтобы воспитывать характер, волю и психологическую устойчивость, как раз это будет нужно. Золото же выиграли Беляевы – Евгений, Оксана и Миша. Символично, что оба родителя трудятся учителями физической культуры, а потому даже без тренировочного процесса поддерживают отличную форму. Впрочем, и они прибегли к дополнительным занятиям, пройдя своеобразные двухнедельные сборы, которые стали залогом успеха как на площадке, так и за ее пределами. Больше всего запомнилась подготовка, это 100%. Потому что то, что здесь мы показали, все здорово, весело, замечательно. Призы, медали тоже классно. Но благодаря этим стартам мы провели гораздо больше времени вместе, чем в повседневной жизни. Это самая главная победа наша. Для меня, как для мамы, важно, что ребенок видит детей, которые участвуют в соревнованиях, их родителей, маму, папу. И вообще это большой спортивный праздник в целом для семьи и для города. Замкнула тройку призеров семья Барабановых. Награждение по итогам всей спартакиады состоится в ноябре. Но все-таки главное здесь не результат. А то, что после соревнований многие загорелись желанием серьезно подружиться со спортом. ГТО в Тюмени. Роман связал свою жизнь с военной службой. Выполнил нормы ГТО, чтобы проверить себя. Знак ГТО – это доказательство моей готовности к труду и обороне. Я готов. А ты? Подтянись к движению. Получи свой знак отличия. Это был последний сюжет на сегодня. Но не забывайте и о нашем сайте. АСНТА.РУ Там вы всегда сможете найти еще больше свежих новостей спорта. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин